привет друзья с вами как всегда маша и вы на канале вкусно просто и доступно вы думали что уже все сезон заготовок закрыт а нет еще осталась капуста и поверьте я подготовила вам много интересных рецептов и сегодня один из этих очень классный рецепт зимой разлетается просто на ура моя семья обожает такую заготовку а готовится как всегда все просто поехали так смотрите берем капусту люблю этот рецепт из-за того что подходит абсолютно любая капуста ранних сортов средних сортов и позднее но позднее мне уже немножко жестковатое а вот средних сортов то что нужно вот посмотрите я взяла качан капусты на и видите вот есть где нигде прожилки вот такой темной капусты вот я ее по выбирала это достаточно экономный рецепт потому что такую капусту для шинкования вы уже не сможете использовать а именно для этого рецепта это то что нужно нарезаю капусту вот такими большими кубиками большими кусками у меня свекровь такой рецепт готовить вообще из ранних сортов я всегда готовлю из среднеспелых а она из ранних сортов тогда капуста такая мягкая получается мы ее называем ленивая капуста в банке сложила все большую миску и заливаю все кипящей водой кипятком дальше эту миску я накрываю если у вас нет такой миски можно в принципе взять большую кастрюлю тоже накрыть забываем о капусте на 15 минут тем временем нарезаю острый перчик и наполняю банки на дно литровой банки я беру веточки укропа конечно же можно взять и зонтики но у нас уже их нет то я использую зеленый укроп душистый перец 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 горошком конечно же гвоздику если любите и по одной штучке буквально по одной штучке на литровую банку и вот чеснок у меня большие зубчики то я их разделила на несколько частей через 15 минут я слила воду из капусты и уже ошпаренную капусту плотно укладываем в банки вообще можно было бы в принципе ее и не ошпаривать но во первых уйдет горечь из капусты а во вторых тогда мы сможем более плотно уложить в банке капусту так место сэкономим также во время укладывания капусты я добавляю в банку еще лавровый лист и несколько кусочков перца если вы не любите острые закуски тогда перец добавляйте но мне как-то без перца очень пресный вкус а вот перец делает ее такую интересную дальше готовим маринад кипящую воду я добавляю соль ну и конечно же сахар и все это нужно перемешивать до тех пор чтобы просто сахар и соль растворились в воде в общем вода может быть просто горячей но лучше всего ее перекипятить заливаем полностью маринадом банки накрываю крышками и отправляю в кастрюлю для стерилизации дно кастрюли обязательно застилаем полотенце довожу до кипения и литровые банки я стерилизую 15 минут после закипания как только вы увидели что вода в кастрюле начала кипеть засекаем 15 минут а трехлитровую банку и стерилизую 25 минут все переворачиваю укутываю даю полностью остыть и можно отправлять в кладовую или в погреб она отлично сохраняется до зимы и даже до весны но я вам скажу что у вас она до весны точно не застоится потому что такая закусочка из капусты разлетается просто на ура идеально подходит к абсолютно любым блюдам ну а я же друзья буду надеяться что такой рецепт заготовочка вам понравилась если же так подписывайтесь на мой канал не забывайте нажать на колокольчик и обязательно напишите в комментариях не готовили ли вы раньше такую капусту если да то как вам не очень важны ваши отзывы до новых встреч мои хорошие удачных вам заготовок пока пока